6 августа около 8 часов утра на пересечении улицы Карпинского и Ватутина было совершено покушение на главу Луганской Народной Республики Игоря Плотницкого путем подрыва его автомобиля. Официальную версию совершенного теракта озвучила руководитель Центра по связям с общественностью МГБ ЛНР Евгения Любенко. В результате два человека получили ранение. В настоящее время они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. По данным медиков, состояние здоровья главы ничего не угрожает. Рассматриваются несколько версий происшествий, в том числе действия украинской ДРГ. В настоящее время в республике объявлен план перехват по выявлению диверсионно-разведывательных групп. Для расследования преступления создана межведомственная комиссия из числа представителей Генеральной прокуратуры МВД и МГБ ЛНР. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, а также экспертные криминалистические исследования и решаются вопросы о возбуждении уголовного дела. При этом Александр Захарченко сообщил, что покушение на его коллегу было ожидаемое. Украина еще месяц назад заявила, что готовится покушение на первых лиц народных республик, отметил глава ДНР. «Со своей стороны, мы вместе, всегда готовы поставить плечо, поможем в любой ситуации. Мы Донбасс, мы едины». Трагическое событие, в котором пострадали сотрудники охраны и глава ЛНР, является лишним подтверждением того, что Украина готовится к началу активных боевых действий, добавил Александр Захарченко. «Хотел обратиться к властям Украины. Знаете, что это Минска-3 не будет. Вперед. Мы терпеть этого не будем. И если украинцы думают, что они в состоянии позволят себе такие вот прокушения, как было сегодня с Игорем, то меры будут приняты адекватные. У нас тоже есть наши союзники, сторонники. И мы в состоянии такое же самое сделать в Украине. Тоже такие же самые вещи. Мы просто, если честно, как Минс Владимирович, друг, что благородство в этом плане абсолютно неприемлемо. Это лишнее подтверждение. Ждите». На вопрос в случае наращивания подобных инцидентов, как власти намерены с этим бороться, глава ДНР сказал следующее. «Вы знаете, когда-то это все так достало, что я дал приказ, что взять аэропорт и вместе с ним Дубальцева. Ну, дождутся». Алина Черняева, Новороссия ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok